Петр Петрович, какие последние эксперименты провела Ваша научная группа? Мы впервые в мире осуществили квантовый перенос гена от донора к рецепиенту. Этот ген называется BLBP. Он участвует, является основным мастер-геном, который запускает цито-дифференцировку стволовых клеток. Вот такую информацию волновым путем мы передали с нейронов коры головного мозга на мезонхимальные стволовые клетки. Мезонхимальные стволовые клетки ответили тем, что синтезировали продукт гена BLBP. То есть мы конкретно перенесли пермиссивным путем, так называемым, разрешающим путем, информацию с донора на рецепиент. И синтезировали конкретный белок, который был идентифицирован методом иммуногистохимии. Но это первый этап, он достаточно сложный. Затем мы провели более убедительное исследование, которое методически было гораздо проще. И в показательном плане тоже гораздо более эффективное, когда мы заставили мезонхимальные стволовые клетки просто превращаться в нейроны. Не просто единичный белок синтезировался, единичный ген включен был дистантно, волновым путем. А мы передали всю генетическую информацию, необходимую для того, чтобы произошла полная цитодифференцировка в мезонхимальных стволовых клетках нормальной нейроны, которые можно легко идентифицировать. Это фундаментальная часть наших исследований. А практическая часть исследований оказалась, что мы можем управлять процессами производства молочных продуктов, это огромная область Москвы и Московской области, вводя нужную информацию в процесс сбраживания молока в творог, в сметану, в кефир, в сыворотки и так далее, в сыры и так далее. То есть процесс контролируется нами, потому что мы знаем, как программировать клетки, которые участвуют в процессе утилизации в этом направлении молока. Так же, как мы управляем стволовыми клетками, мы их программируем. Точно так же можно молочнокислые бактерии, которые участвуют в этом процессе, программировать в любом направлении. То есть огромная область промышленности пищевой может находиться под контролем наших воздействий. И мы получаем то, что мы хотим очень быстро, эффективно и гораздо лучше, чем это делается традиционным путем. Ну, например, для того, чтобы на определенном этапе прекратить процесс обработки молока и прекратить процесс сбраживания, обычно добавляют химические вещества, которые не очень хороши для человека. Мы это делаем мягким волновым путем, вводя соответствующую информацию в клетки, которые участвуют в процессе обработки молока. Вот вам конкретный пример, который затрагивает огромную область пищевой промышленности. То же самое можно делать, видимо, при хлебопечении, при виноделии, при создании кремов, лосьонов, даже вина. То есть перспективы огромные совершенно, безбрежные перспективы. Потому что мы умеем управлять метаболизмом клеток, всех клеток. Животных, растительных, бактериальных. То есть все живое имеет общие законы управления. Квантовые законы, волновые законы, которые мы поняли. И сейчас это используем на практике. Вот наши достижения. Первый эксперимент с нейронами был поставлен на крысах. На крысах, да. А теперь мы постепенно с врачами, естественно, под врачебным контролем, мы применяем это на больных людях. И излечиваем неизлечимые ранее болезни. Вот так мы, например, вылечили несколько случаев муковисцидоза. Когда просто отсутствует часть ДНК. Это, так сказать, 508 мутация. То есть несколько нуклеотидов делитируются, уходят из хромозома, из ДНК. И современная медицина и молекулярная биология не знают, что с этим делать. Мы знаем, что с этим делать. У нас при сохранении мутации, вот это поражает особенно медиков и генетиков, мутация сохраняется, а ребенок здоров. Объяснять ее с нашей позиции очень просто. Потому что есть фантомная ДНК, которую обнаружили мы давно, в 1984 году. То есть ДНК может давать свои волновые реплики. Вот это известно для РНК, то же самое. Это так называемая кубета-репликазная система. Или так называемая РНК-полимераза, РНК-зависимая РНК-полимераза фага-кубета. Она способна синтезировать РНК без матрицы РНК. То есть она синтезирует на основе фантомной информации. Это Эйген занимался. А фантомная ДНК ввел в воду, так сказать, доказал. Это Люк Монтеньел, лауреат Нобелевской премии тоже. Мы повторили эти эксперименты с нашими установками. Кстати говоря, и раньше мы сделали его волновую передачу. Когда мы в Торонто, в Канаде в 2002 году передали волновую генетическую информацию на расстоянии 20 километров. И вызвали регенерацию поджелудочной железы, которая отсутствовала. Она была убита Алоксаном. Это Алоксанова модель диабета. Так что мы сейчас уже переходим от этапа вот таких сугубо экспериментальных исследований, фундаментальных исследований, к этапу лечения людей. И вот повторяю, значит, вот случай с муковицидозом. Мы вылечили ребенка, мутация осталась, а ребенок здоров. Никакая медицина, никакая генетика не объяснит. Это может объяснить только современная, развиваемая нами, лингвистика, волновая генетика и современная квантовая медицина. И другие случаи. Были случаи излечивания, например, от слепоты. У нас три случая, когда мы возвращали людям зрение. Рак на совершенно другой основе. Рак четвертой степени, рак кости, рак молочной железы. Ну и так далее. Очень много, я сейчас просто не буду перечислять, что мы делали. То, что неизлечимо, то, что в России не берутся, так сказать, лечить. Мы это делаем. Потому что то, что мы развиваем, это абсолютно новая медицина, это абсолютно новая генетика, это абсолютно новое сельское хозяйство. Это совершенно новый компьютинг, квантовый биокомпьютинг на основе информационных биомакромолекул, где не будет железа, а это будет молекулярная, скажем так, электроника. На основе информационных свойств наших с вами хромосом. Вот это будет, так сказать, совершенно другое направление. Перечислять многое. Дальняя космическая связь может реализоваться, телепатия. То, что мы передаем генетическую информацию, это передача текстов, гены это тексты. Фактически это телепатия, уже телепатия. И вообще сознание и мышление базируются на работе хромосом, как ни странно. Основная информационная фигура, в том числе и в нейронах головного мозга, это ДНК. Это хромосомы, это их работа. Но здесь подключается еще и теория Берковича об аркоде ДНК. Мы ее используем. Сейчас мы будем работать с ним совместно. Потому что ДНК является действительно кодовым доступом к так называемой бомовской голограмме вселенской. Это давно забытая идея, но она сейчас вновь возрождена в работах Берковича. Саймон Беркович, мы с ним контактируем. И очень многие воздействия на людей осуществляются через вот такую бомовскую вселенскую голограмму. Пускай вы не удивляетесь. За этим стоит физика, квантовая физика. Это не какая-то эзотерика. Эзотерика – это нормальная физика, помноженная на современные достижения в области ДНК, изучения ДНК, квантовых свойств ДНК, волновых информационных свойств ДНК. Это и дает нам вот такие результаты, и такие мощные перспективы. Так что работаем дальше. А в случае с раком, МАН? Было много случаев излечения рака. Что показали анализы опухоли? Что стало с опухолем? Она рассасывалась? Вот рассказываю. Рак четвертой степени, например. Человек в Сарасоте живет. У него рак четвертой степени. И он умирает, он уже пронизан метастазами с ног до головы. И тяжелые наркотики не избавляют от боли его. И он просит мне помочь. Мы даем ему квантовые матрицы. Через 4 дня он мне звонит и говорит, что ушли все боли и ушло все. То есть, как бы по мановению волшебной палочки мы выключаем раковый процесс. Оказывается, если знать, то это очень просто. То есть, можно просто выключить его, как простым нажатием кнопки ракового процесса. Но это делается на основе квантовых технологий. Квантовых информационных технологий. То же самое рак груди, значит, миомы. Ну и много случаев было излечения рака. Я сейчас просто уже не припомню. Это в моем сайте есть. wavegenetic.ru Так что работаем. Продолжаем работать. И вы используете голограмму, матрицу, снятую с детской фотографии. Да, это особый разговор, значит, довольно рискованно, потому что народ не понимает еще. Но тем не менее, это так. В 50-е годы целая группа ученых в закрытых институтах использовали эту методику успешно. Мало чего было достигнуто, иначе это уже получило бы признание. Значит, мы разобрались в этом деле. Ну, на определенном уровне, конечно, это только начало работы, тем не менее. Значит, вот идея Берковича о баркоде ДНК. Значит, баркодом является не только ДНК, но даже фотообраз человека. Потому что фотообраз человека, это не просто его пассивное отображение. Хранится информация в человеке. И, значит, спектр, снятый с такой фотографии, является кодом доступа, математическим кодом доступа к вот этой бомбовской голограмме. Это обосновал Беркович, Саймон Беркович, который живет в Соединенных Штатах. И мы с ним работаем. И это функционирует, это оправдывает себя. Потому что против фактов, когда мы излечиваем неизлечимое, в частности, вот это случай с муковицидозом, это все было сделано на основе фотографии. То есть, вы даете фотообраз здорового человека, значит, ребенка, того человека, который болен, и, значит, сравниваете его информацию в детском состоянии, когда он был здоров, с той информацией, которую сейчас он располагает, то есть, поврежденной информацией, искаженной информацией. И вот эта информация нивелируется с помощью наших технологий за счет запроса к этой вот бомбовской голограмме. И мы эту информацию снимаем, подаем на человека. То есть, мы не берем какую-то чужую информацию, мы берем его собственную информацию. Поэтому упреки, что мы там от кого-то чего-то отнимаем, она несостоятельна. Сам же человек является источником собственной информации. Он просто возвращается в более молодое, здоровое состояние. У нас даже были уникальные случаи, я забыл это вам сказать, сейчас напомню, скажу вам об этом. Женщины пожилые, которым уже под 70 лет, которые использовали наши матрицы, вот эти вот, им вернулся менструальный цикл. Это однозначно говорит о том, что они вернулись по возрасту назад, в более молодое состояние. Потому что менструальный цикл является четким физиологическим маркером возраста. Это все знают. И это у нас тоже реализовано. То есть мы даем факты. Другое дело, физика этого процесса, да, кое-что мы дали. Но там еще очень много непонятного. И в этом направлении с нами работают физики Академии наук в Москве. Крупные институты. Мы с ними работаем. Продолжаем и будем дальше работать. Так что работа идет. Петр Петрович, а в сельском хозяйстве какие были поставлены эксперименты? Ну, в сельском хозяйстве, значит, у нас просто некоторые эксперименты наши говорят о том, что можно получать гибриды любые. То есть запрещенные гибриды, классическая генетика, ну, как бы есть запрет на межвидовые гибриды. Например, кошка с собакой не может дать гибрид, так? Или баобаб с клубникой. Или рис с пшеницей. Значит, эти барьеры сняты. И в наших руках огромный рычаг для создания совершенно новых форм растений, животных и бактерий. С этим надо быть очень аккуратным. Когда мы можем создавать совершенно невиданные гибриды, которые будут давать совершенно неслыханные урожаи, с устойчивостью к болезням и так далее, и так далее. Теперь, значит, я говорил, что проблема торможения старения, она очень важна. Значит, вот мы ее как бы вот решаем. Вот на Ваш взгляд, какие сферы Ваших исследований наиболее применимы сегодня, на сегодняшний день? Практически. То есть, что наиболее готово к практическому применению на сегодняшний день Ваших исследований? Вот неизлечимые болезни, связанные с поражением хромосом. Да, они у нас... Когда фантом выполняет роль костыля. Да, да, да. Вот, значит, при муковисцидозе, когда поражен генетический аппарат, то мы можем создать, так сказать, фантомное ДНК, которое играет роль, так сказать, костыля. Это вот что касается муковисцидоза и других генетических поражений. Хорошо, а если это фантом, не означает ли это, что надо постоянно слушать эту матрицу в звуковом формате, чтобы постоянно создавать этот гастыль, фантом? Но у нас сейчас вот эти результаты держатся стабильно. Сколько лет они будут держаться, мы не знаем, потому что мы фактически, так сказать, только-только начали. Но как надо. Мы 30 лет работаем в этом управлении, но для науки 30 лет – это ничто. Поэтому надо работать. Но вот последнее наше, вот самое-таки, вот крупное-таки достижение – это, конечно, последние 10 лет. А это очень мало. Но вот другие группы ученых, они, в принципе, используют те же технологии, только в различных вариантах. Например, есть группа ученых в Москве, группа Телос, они работают с водой. Вот как Вы считаете, лучше работать за звуком или лучше работать с переструктурированной, биоактивизированной водой? Да, с водой – это особый разговор, мы только-только начали. Но мы доказали вслед за Люком Монтенье, хотя, повторяю, опыты по передаче генетической информации на расстояние введения ее в клетки мы уже сделали в 2002 году в Канаде. А теперь мы повторили то, что сделал Люк Монтенье, лауреат Нобелевской премии, когда он вводил информацию о ДНК в воду. И вода становилась ДНК-подобной. Вот так называемый фантом ДНК, который мы обнаружили в 1984 году, а их очень множество разных видов фантомов ДНК, и мы их тоже обнаружили. Значит, такие фантомы ДНК играют в биосистеме, видимо, колоссальную роль. И мы можем их вводить в воду, просто в чистую воду. И не только ДНК, даже простые метаболиты, соединения химические, которые в клетке, это один из основных таких низкомолекулярных соединений, глюкоза, основа получения энергии за счет цикла Крепса. Мы даже глюкозу вводили, фантом глюкозы, то есть квантовый эквивалент глюкозы мы вводили в воду, и потом вода становилась, ну, грубо говоря, сладкой. Конечно, на вкус она там ничтожное, так сказать, количество этого эквивалента, и язычком это не попробуешь так, но качественные реакции показали, что там наличествует глюкоза. То есть можно создать любой биохимический метаболит с помощью вот этих наших квантовых технологий. Вот когда мы работаем, передавая вот такую информацию, мы же считываем информацию не только с ДНК, но и со всего метаболического пула клеток. Передаем теоретически на любое расстояние. Так как в Торонто мы на 20 километров передали информацию, я убежден, что ее можно передать и на Луну, и на Марс. Потому что это основано на так называемой квантовой нелокальности, которую предсказал еще Эйнштейн. То есть, другими словами, когда вы лечите определенного человека, вы лечите всю генетическую линию? Ну, в принципе, да. Если вы затрагиваете геном одного человека, то ближайших родственников тоже затрагиваете. Потому что, когда мы считываем информацию, например, с пуповинной кровью новорожденного ребенка, ведь не только с фотографией мы считываем информацию, но и с плацентой новорожденного, то мы передаем информацию, и записываем ее, и можем пользоваться этой записанной информацией, мы передаем на папу, на маму, на бабушек и дедушек. Это у ребенка. С обеих сторон. От папы и от мамы. И эта информация может храниться, так сказать, записанной в цифровом виде на флешке неопределенно долго. Понимаете, какая штука? Это интереснейшая вещь. Мы сами не ожидали, что такая информация может быть записана и хранится. А это так и есть. А что лучше используется? Более того, эти вещи будут работать даже в металлургии. Вот мы сейчас заключаем договора с городом Пермь, откуда я, кстати, родом. И там давно уже работают с торсионными полями, со спинорными полями, чтобы изменять свойства стали, например. Создавать уникальные сорта, виды стали, которые раньше не были известны. Так вот, можно вводить информацию о любых элементах в сталь. Алюминий, никель, кобальт, все что угодно. Мы создаем квантовый эквивалент и вводим в плавку его. И получаем соответствующие сорта стали, меди и так далее. И сюда выход, оказывается, есть. Это мощнейшая технология. А что лучше использовать? Кровь новорожденного, пуповинную или фотографию? Одинаково работает. Но я всегда говорю пациентам, которые хотят затормозить свое старение. У вас есть новорожденный ребенок? Вы сохранили пуповинную кровь в плаценту? Если да, то приносите мне в хорошем сохраненном виде на льду. Приносите, я запишу вам эти две матрицы. С пуповинной кровью и с плацентой. Потому что там огромное количество стволовых клеток, которые можно использовать как основной материал для регенерации здоровья постаревших родителей. И для торможения их старения. И вообще для лечения. Но можно использовать не только, повторяя, кровь в плаценту, можно использовать фотографии новорожденных детей. И чем раньше сделана фотография, тем лучше. А воздействовать лучше на стволовые клетки или прямо на человека? Так действие идет широким фронтом. И, конечно, основная информационная фигура – это хромосомы стволовых клеток. Потому что именно они, стволовые клетки, являются центром образования и регенерации всех органов и тканей. Понимаете? Кроме коры головного мозга. Вот я не знаю насчет коры головного мозга, что насчет мозга, можно ли так сказать. Но у нас первичные эксперименты показали, что, оказывается, даже травма головного мозга может быть залечена. Это никто не получал. Мы получили на животных, на экспериментальных, которые специальным образом повреждали мозг, а потом они восстанавливали свой мозг, кору головного мозга. Это все показано нами. И это все будем публиковать и патентовать. В основе всего лежит лазер. Почему лазер? Потому что хромосомы наши с вами, и вообще хромосомы всех живых существ, являются лазерами с перестраиванием длинными волн. Причем эти лазеры работают на спиновых состояниях фотонов. То есть это то, чем мы занимаемся, это можно еще назвать биологической спинтроникой. Лазер такой. Абсолютно новое направление. Хотя спинтроника известна. В химии, например, да? Управляет квантовыми состояниями, спиновыми состояниями, ядератом, меняет химические реакции. Я давно предлагал на химфаке в МГУ людям, которые занимаются этим. Например, академик Бучаченко. Он почему-то испугался. Я ему предложил заниматься вот такой биоспинтроникой. То есть регулировать биохимические процессы с помощью вот таких спиновых воздействий. А спиновое состояние у нас образуется за счет того, что мы используем лазеры, которые моделируют лазерные процессы в хромосомах. Так что все очень просто. Основа очень простая у нас. Она называется «Делай, как я». Вот и все. Резонансные технологии. Ну да, назовите это резонансными. Или технологиями распознания образа. Или еще как-то. Дело не назвали. То есть лазер переносит... Лазер переносит информацию. Причем не фотонами. Фотоны, да, они тоже работают. Но у нас фотоны превращаются в широкополосное электромагнитное поле. Это, соответственно, теория локализованного света, которую разработал Максименко. И у нас получается широкополосное электромагнитное поле. От двух омега до нуля. Специалисты знают, что это такое. Если мы используем красный лазер, то мы от 315 нанометров до бесконечно длинных волн размазываем генетикой метаболической информацией. И ловим ее радиоприемником на удобной длине волны, наименее зашумленной. И дальше мы записываем это на носитель. И этот носитель может быть, так сказать, использован для того, чтобы воспроизводить вот эти спектры в виде звука. Но звук тут ни при чем. А работает, на самом деле, не звук, а спинорная составляющая, которая дается плеерам. Все очень просто. А расскажите о некоторых наиболее сенсационных результатах. Я помню, что у вас была картошка скрещена с курицей, оживление семян и так далее. Это самое начало наших исследований. Это самые простые эксперименты, но они очень показательные. Они очень показательные. Значит, мы, например, просто в качестве шутки решили информацию с ДНК цыпленка, из эритроцитов цыплят. Мы ее вводили в прорастающую картошку. И картошка на определенном этапе развития дала нам помидоры, томаты. Потому что они двоюродные братья. Но в ходе эволюции они разошлись. Вот это семейство посленовых. И, значит, у нас получились картошка и, так сказать, одновременно помидоры, томаты. Вот это было удивительно. А потом, в следующем поколении, когда мы посадили, у нас получились картошки. С очень длинными прямыми корнями. То есть, похоже, что мы затронули палеогенетическую память. И она нам выдала вот такой результат в форме генерации морфогенеза томатов. И маленьких-маленьких картошечек, такие вот на этом длинном-длинном полутораметровом корне. Маленькие картошечки диаметром полтора-два сантиметра. Это, видимо, палеогенетический ответ на то, какой была когда-то картошка в начале своей эволюции. Вот я так предполагаю. А потом был еще другой эксперимент. Он такой трагикомический. Когда мы использовали хромосомы человека, и человек, который дал свои хромосомы, он чуть не погиб. И мы поняли, что испорченные генетические, а это были испорченные хромосомы, значит, нельзя так неаккуратно обращаться. Другой, значит, эксперимент тоже можно считать сенсационным. Когда мы на расстоянии 7 километров вызвали мутацию растений. Потому что мы брали ДНК из этих растений в чистом виде. А чистая ДНК – это испорченный генетический аппарат. И у нас все растения смутировали, которые находились на расстоянии 7 километров. Это тоже можно считать сенсацией. А между растениями и животными? Или птицей? Между растениями и животными – это вполне возможно. Но до этого мы еще не дошли. Но у нас был еще один эксперимент, который нас тоже поразил. И он косвенно доказывает, что мы правы. У нас был случай, когда человек дал нам фотографию свою собственную. Он хотел задормозить свое старение. Свою собственную фотографию где-то в возрасте 9 лет. Когда у него, нет, раньше даже, лет 5 что ли ему было. И у него была сделана прививка против оспы. И он совершенно забыл об этом. И у него была активная реакция на эту прививку. Воспаление было и все такое прочее. Активная наработка, так сказать, иммунитета против верионов оспы. И через неделю использования вот этой матрицы, взятой всего лишь с фотографии, он заболел оспой. Он покрылся на процентах 50-60 язвами. И в панике, значит, обращается ко мне, что делать. Я его спросил, что ты, ты был с чем-то болен в этом возрасте? Он вспомнил, говорит, да, я совершенно забыл. Была прививка оспы. Я сейчас это все хорошо помню. Я говорю, срочно давай другую фотографию, где у тебя уже иммунитет к оспе уже наработан. Либо до прививки. Он мне дал после, значит, наработки иммунитета. И через неделю он был здоров. Вот он. Только что недавно было то же самое. Мы дали, значит, фотографию внука, бабушке, которая больна раком, с тем, чтобы ее излечить. Информация взята от этого внука. А у внука в это время была мощнейшая аллергическая реакция на что-то. И в этот момент он делает фотографии. И с него делают фотографии. И что вы думаете? Значит, бабушка вся стала чесаться. То есть она покрылась расчесами, и это было очень неприятно. И я опять сказал, давайте другую фотографию. Вот вам, так сказать, косвенные. Многие сомневаются, говорят, что что-то странное вы делаете с фотографией. Нет, это нормально. За этим стоит физика. Бомовская физика. Или не только Бом выданутые идеи. Это еще Беркович. Вернарский нас ученый. А коллективный бессознательный юнг. Это все из той же оперы, понимаете? А вот создание совершенного человека. Можно создать совершенного человека, если человек, который служит моделью, слушает матрицы выдающихся людей? Да, да, да. Мы сейчас начали пробовать на добровольцах. Когда мы берем детскую фотографию какого-нибудь выдающегося ученого или бизнесмена. Если мне еще год назад пришло в голову. Да, и смешиваем ее с фотографией обычного человека, который терпит жизненные неудачи, не может заработать денег. Но это мы только начали. Ждем с нетерпением, ждем результат. А левитация? Можно же ведь левитировать. Левитировать. Звучить звук, слушая звук. Это совершенно из другой оперы. Это же можно, по-моему, теоретически, правильно? Это из другой оперы. Это из другой оперы. Другое дело, что вот другую ветку я вам дам, да? Другой вектор. Из генома можно прочитать всю эволюцию человека.